МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Пауэр, как бы знать, и мифическая фигура. То есть он вроде бы и есть, и его как будто нет. Почему его нет? Прежде всего потому, что не сохранились документы о его жизни. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А ведь, знаете, новое время, новые песни, новые совершенно герои об Ауэре практически забыли. И на долгие годы его имя исчезло. И вспомнили о нем буквально где-то в 70-е, 80-е годы, когда неожиданно вдруг заинтересовались фильмами Бауэра за границей. И вот уж действительно, как сказано правильно, знаете, в своем отечестве пророком никогда не станешь. В 17-м году Александр Алексеевич Ханжонков впервые приехал в Ялту для того, чтобы поработать на своей южной студии, как он говорил. И Бауэр согласился с Ханжонковым поехать для того, чтобы доснять «Натура» для своего фильма. Он не знал, что едет сюда для того, чтобы поставить точку своей собственной жизни. 11 июля 1917 года на Ялтинское кладбище направлялась странная процессия. Дамы в плюмажах, скорбные лица. Все говорило о том, что хоронят какого-то артиста. И этим человеком оказался Евгений Францевич Бауэр. За Бауэром шли немногие, знавшие его, и которые оказались в это время случайно в Ялте. Но это был разгар последнего сезона 1917 года. Никто не снимал на кинопленку. Но сохранилась одна удивительная фотография. Случайно оказался фотограф, которого послал Александр Алексеевич Ханжонков для того, чтобы сделать материал для своего журнала «Вестник кинематографии». И вот эта удивительная фотография является для нас сегодня документом, который неопровержимо свидетельствует о том, что Бауэр похоронен именно в Ялте. Кажется, в марте 1914 года, да, в марте, в кинотеатр «Пегас» на Триумфальной площади съезжались гости на премьеру нового фильма Евгения Бауэра. Ханжонков, опасаясь конкурентов, все держал в секрете. Даже название картины поменял в самый последний момент. Манька-манечка-мэрия стала называться «Дитя большого города». Бедная модистка Манечка мечтала о другой роскошной жизни. И вот однажды она знакомится с молодым и состоятельным человеком. На свою беду он искренне полюбил ее. А через год простенькая Манечка превратилась в соблазнительницу Мэри и разорила Виктора. Публика и критики тогда сошлись в оценке. Очень жизненная картина. Бауэр пришел к нам на кинофабрику в 13-м году. К этому времени Ханжонкову не хватало тогда одного – режиссера, который составит славу его предприятию. Бауэру было уже 46 лет, он много чего имел. Был живописцем, фотографом, актером, режиссером в оперете, преуспевающим художником-декоратором. Вот он идет по правую руку от Антонина Николаевна Ханжонкова и нашего художественного руководителя. А следом сам Ханжонков, симпатичный господин с бородкой, очень доволен. В Бауэре он не ошибся. Я была тогда совсем молоденькая, но уже отвечала за монтажный цех у Ханжонкова. Вот я иду с женой Бауэра, красавицей Эммой. Увидела, что нас снимают, застеснялась и отвернулась. Я монтировала все фильмы Бауэра и даже представить себе не могла, что через 40 лет буду восстанавливать то немногое, что чудом сохранится из его картин. Для меня фильм «Дитя большого города» – безусловный шедевр. Первый в истории кино. То, что теперь стало привычным, впервые появилось именно у Бауэра. Вот первый наезд. Сделали из двух велосипедов тележку, установили на нее камеру и поехали. Это Виктор, которого Манька разорила. Думает о самоубийстве. Сейчас будет первый крупный план. Его руки в ящике стола ищут револьвер. Виктор просит о последнем свидании, а Манька посылает ему три рубля. Руки и кошелек опять крупно. А вот впервые – параллельный монтаж. Виктор стреляется, в это время Манька веселится. И вот сейчас будет план, который через 10 лет Эйзенштейн повторит в броненосце Потемкине. На крупном плане ноги перешагивают через мертвое тело. На дворе 14-й год, господа. О таланте Бауэра было очень много разговоров. Режиссерский персонал, как полагается, завидовал. Сплетничали о его австрийском происхождении, о переточном прошлом. Говорили, что свои фарсы он снимает исключительно ради своей жены, кафе Шантанны, певицы из Вены, в которую безумно влюблен. Вино любого есть наслаждение, любимое занятие всех. И то, и другое упоение, кто любит и кто пьет золя всех. Когда люблю, кто без ума, когда я пью, мне трынь трава, когда я пью, мне трынь трава. Люблю я под всякого угодно и счастливо клянусь. Я в том, и для меня это все возможно. Не встану я жалеть потом. Когда люблю, кто без ума, когда я пью, мне трынь трава, когда я пью, мне трынь трава. Написку пьяной придираю, чрезмерно с ненавижу я. А выпить с меру я понимаю, быть опьяненой, о, друзья. Когда мы любим жизнь, мило, когда мы пьем нам трынь трава, когда мы пьем, нам трынь трава. Многие старались подражать Бауру, но дальше заимствование дело не шло. Мне кажется, его не всегда понимали. Он часто повторял. Сначала красота, правда потом. Когда дело касалось нежных чувств, балов, дворянских усадеб, это было бы вроде бы понятно. Но вот началась война, и в его картине «Слава нам, смерть врагам» появились кадры, снятые под хронику. И опять он всех удивил. Вот сейчас сравниваю документальные кадры с его постановочными, и почти не вижу разницы. Я как-то спросила его, какая же красота может быть в страдании. Он удивился, а разве не красиво умирает Мажухин? И только спустя годы я поняла, что он имел в виду. Выразительность. А тогда у него появилась репутация любителя всяческих красивостей. Как-то режиссер Гардин прислал Бауру хорошенькую статистку в качестве натурщицы. Как актриса, она показалась ему безнадежной. А Бауэр почувствовал трогательную выразительность ее облика и в одночасье сделал из нее звезду экрана. У Верочки Холодной не было больших актерских способностей. Она всегда играла самое себя. Лучше всего у нее получались понятные ей по-женски чувства. Вот к ее героине пристает старый лавеллаз. Это вызывает у нее раздражение. Это просто. Но замысел Бауэра в картине «Дети века» был гораздо сложнее. Поклонник богатый, очень настойчив. Пусть она скажет «да» и все свое состояние он бросит к ее ногам. Внешне она возмущена, но в ее сердце уже закралась мысль. Не продешевила ли она, выйдя замуж за мелкого служащего. Быть может, ее красота и молодость достойно лучшей жизни. А тут еще мужа со службы уволили. Эта сцена как раз долго не получалась у Верочки. Узнав об увольнении мужа, ее героиня должна была вместо сочувствия выразить ему свое возмущение. В жизни Вера Холодная была преданной женой, любящей матерью. У нее было двое маленьких детей. И тогда Баурус сыграл на этом. А кого вы больше пожалеете? Вашего мужа, потерявшего работу, или вашего малыша, которого завтра будет нечем кормить? Подумайте. Кого выберете, так и сыграйте. КОНЕЦ 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 За четыре года этот человек снял более 80 фильмов. Он не жалел себя, работал до изнурения. Его любили зрители самых разных слоев, сословных, потому что он говорил о вещах, которые некоторые обходили. А самое главное, что Бауеру удалось как бы увидеть, чем это общество болеет. Какая опасность ждет людей, которые буквально живут в это время. и он старался предупредить своим творчеством. И вот это-то как раз ценно. Кто-нибудь был, извините, кто хотел бы пойти и посмотреть эту могилу Бауера? Разложить на нее цветы. К сожалению, таких людей не было. Бауеру продолжали завидовать и после смерти. и продолжали не понимать. В начале века в художнических кругах было модным воспевание смерти. А Бауерл любил экспериментировать и попытался создать пародию на эти настроения. Но опять ничего не поняли. При новом режиме свои же собратья-кинематографисты обозвали его за это буржуазным декадентом. Как мало было людей, которые вспоминали его добрым словом. Я представился. Амобек. Известный исполнитель головогрузительных трюков. Господин Мегназаров, ваши трюки мне не понадобятся. Мне нужна ваша красота. Бауер протянул мне сценарий. Пора смыслить и над роль. Это меня поразило. Там, где я снимался раньше, опасаясь конкурентов, не давали читать сценарий даже режиссер. Мне все показалось очень наивным. Слезливая мелодрама, герой-соблазнитель известный певец, невинная девушка, доведенная до самоубийства и в финале жестокая месть ее старшей сестры. Бауер Лука улыбнулся. Вы так считаете? Ну, тогда я адресую вас к сценаристу артисту Громову. Тот обиделся. Мне кажется, вы невнимательно читали сценарий. Своим произведением я ратую за нравственную чистоту общества. Неужели вы проглядели эту идею? Возражать я не стал. Мне очень хотелось сниматься у знаменитого Бауэра. На съемке Бауэр очень подробно объяснял мне, что будет происходить в кадре и как актер должен выглядеть. мне показалось странным, что я все время оказываюсь перед камерой то в профиль, то спиной. Я спросил об этом Бауэра. Запомните, актера нужно ставить в наиболее выигрышное положение, но не для актера, а для смысла кинокартины. в кадре ничего не должно быть лишнего, что могло бы отвлечь зрителя. Вы обольститель, мне нужны ваши поза, жесты, ваши действия, соблазняйте, а результат будет на лице вашей партнерши, госпожи Ребиковой. Признаюсь, я тогда мало что понял и лишь позднее, когда сам стал режиссером, оценил эти уроки. Фильм был готов через шесть дней. На премьере я с интересом наблюдал, как зрители принимают картину. Финальные кадры были встречены с одобрением. Бауэр настоял, чтобы гримеры меня безжалостно обезобразили. Эмма Бауэр играла сестру погубленной девушки и еле сдерживала смех, наблюдая, каким уродцем я показываюсь из пазбинтов. А в конце шла надпись «Кто же меня теперь полюбит?» «Никто! Так тебе и надо!» закричали из зала. Шел шестнадцатый год. К войне уже все привыкли, как будто ей и конца не будет. Бесконечные сборы пожертвований превратились в народное зрелище. И от всего это увеяло такой же фальши, как и от моего театра. Кинематограф меня скорее отталкивал. Спросил как-то у одного известного киноактера, в какой роли он снимается. А тот пожал плечами. Вчера играл любовника с бородкой, сегодня без бородки. А про что фильм его даже не интересовало. И вдруг я познакомился с Евгением Бауэром. У него я нашел смысл своего актерского труда. Отбросил свой псевдоним и стал выступать под своим настоящим именем. Иван Перестиани. Бауэр создавал актерский ансамбль. В картине «Жизнь за жизнь» у него одновременно снимались очень хорошие театральные артисты. Но никого при этом режиссер не выделял. Каждый был на своем месте. Лидия Корнева как-то сказала мне, что чувствует себя на съемке у Бауэра так же, как на сцене родного МХАТа. Бауэр давал актеру большую творческую свободу. Он объяснял задачу и молча наблюдал. Если актерское решение не устраивало его, он, как Станиславский говорил, не верю и уточнял задание. По роли вы только что женились и безумно влюблены в молоденькую красавицу жены. Неожиданно узнаете, что она изменила вам с вашим приятелем. Вы в ярости, но вдруг видите, что она любит его до самопожертвования. Действуйте. Меня хватило желания прибить их. Сам не знаю, как в руках у меня оказался канделябр. Но когда она заслонила его груди и с ненавистью посмотрела мне в глаза, я почувствовал, что очень люблю ее и не могу причинить ей зла. я не играл. Я жил и чувствовал, что все делаю правильно. В конце съемки я пришел в себя и вдруг увидел слезы на глазах у Бауэра. Я понял, что вместе со мной он проживал всю сцену. человек когда уходит от него остаются буквально три вещи. Это год рождения, год смерти и маленькая черточка между ними. Эта маленькая черточка, понимаете, она ведь у кого какая бывает. У кого она бывает длиной в 20 лет, у кого бывает, извините, кому повезет и в 90 лет. Правда? Мы видим здесь и присутствующих на похоронах, но к сожалению, трудно сейчас сказать ханжонков это, где Эмма Бауэр, его жена, где близкие люди, которые присутствовали при последнем буквально, видите, здесь уже как бы момент, когда закрывают крышку, да, да, и вот здесь мы видим, что это было не первое захоронение, а он среди многих, смотрите, как они угадываются, да, просматриваются, да, а сейчас посмотрите, вот там, сказать, за оврагом тоже находится строение и попробуем совместить вот это расстояние с пространством, если мы задумываемся над этим всерьез, так то нетрудно будет вычислить это место, где, собственно, и происходило погребение В начале 50-х годов артистка Зоя Баранцевич рассказала мне удивительную историю. В самый разгар войны, в 43-м году, с актерской бригадой она попала в глухую прифронтовую деревню и вдруг в одном доме увидела свою фотографию в роли Нелли Раинцева из очень популярного в 17-м году фильма Бауэра. Удивлению Зои не было границ. И тогда хозяйка рассказала, что в юности у нее все случилось, как в этом фильме. Она была дочерью богатых родителей, ни в чем не нуждалась, была хорошо образована, мечтала о чем-то новом, высоком, о жертвенном служении народу. И вот однажды со своей горничной попала на бал прислуги. Пьяное веселье закончилось унизительной связью с приказчиком своего отца. Только героиня фильма нашла выход в самоубийстве, а эту женщину фильм Бауэра спас. К 17-му году мы уже привыкли к неизменным удачам Бауэра. Тем более неожиданным оказался провал. Картина вольной дорогой, которую он так долго и тщательно готовил, получилась сухой, растянутой и безжизненной. И это несмотря на то, что в ней играли очень хорошие актеры. Вера Коралли, Владимир Свобода, Николай Радин, Зой Бранцевич. Бауэр был в отчаянии. И, как он говорил, его последнее желание спрятать картину подальше. Но больше всех огорчилась Коралли. Она была прима-валерина Большого театра. Когда актерам императорских театров запретили играть в кинематографе, она заявила, что балет нуждается в ней больше, чем она в нем, и продолжала сниматься. Она была готова работать у Бауэра 24 часа в сутки. А в картине «Вольная дорога» у нее была интересная драматическая роль. И тогда она предложила Ханжонкову все перемонтировать. Бауэр от картины отрекся. И мы втроем, Антонина Ханжонкова, Коралли и я, на свой страх и риск переделались сюжет в духе времени, отсняли новые надписи, дали картине название «Набат» и получился недурной фильм о политической борьбе в промышленных кругах накануне февральской революции. Художником на картине был Лев Кулешов. Это была его первая работа в кино. С помощью Бауэра получились интересные декорации в стиле готического модерна. Но Левушка никогда не вспоминал об этой работе. Как и Бауэра, он тоже считал ее неудачей. Это был период в жизни Кулешова, когда он еще думал, говорил и даже причесывался под Бауэра. Мне было 18, а ему 50, но мы с ним хорошо понимали друг друга. Кинофабрика Ханжункова показалась мне хорошо отлаженной машиной по производству картин. Декораторы быстро собирали декорации из готовых деталей, художники отбирали в хранилище необходимый реквизит, в павильонах режиссеры командовали актеры по местам, монтеры свет начали переживать. Снятый материал сразу же проявлялся. Лаборатория была рядом с павильоном. Быстро монтировали прямо в негативе. Неделя и фильм готов. Какое уж тут искусство. Но с Бауэром все было по-другому. Я ставил у него декорации на короле Парижа. Сближало нас то, что оба прошли школу училища живописи вояне изотчества. Он был художником. Глубинная мизансцена, продуманная композиция кадра, эффектное освещение все это шло у него от живописи. Декорация должна иметь свой характер, свой смысл. Дело не в громоздкости и сложности постройки, а в нахождении первого плана, диковинки. Она подчеркнет глубину, объемность обстановки, подсказывал он мне. для одной сцены я предложил поставить белые колонны на фоне белой стены. Оператор Борис Завелев наотрез отказался снимать. Но Бауэр настоял. Мастеру идея понравилась. Он только внес последний штрих. Лакея выкрасили негром. К маю все павильоны были отсняты. Бауэр спешил в Крым на южную натуру. В Симферополе с поезда пересели на автомобили. Ехали весело, почти как на пикник. По дороге остановились перекусить при дорожном ресторане. В это время Бауэр вспомнил о шоферах и вышел за ними. Долго не возвращался. Обеспокоенная Эмма Васильевна вышла позвать его. На ее крик все выбежали на улицу. Оказалось, Бауэр, поскользнувшись, упал вниз на камне с трехметровой набережной. У него был сложный перелом ног. На другой день он был бодрым в состоянии духа и приостановить работу не захотел. Одновременно с королем Парижа снимали еще одну картину «За счастье». Я был безнадежно влюблен в исполнительницу главной роли Тасю Борман. Бауэр деликатно наблюдал за моими страданиями. И когда заболел актер, звезда экрана Стрижевский, исполнявший роль любленного художника, не стал ждать его выздоровления и уговорил меня сняться в этой роли. Вероятно, он рассчитывал на искренность моих переживаний, а может быть, хотел мне помочь. «За счастье» Он оказался той самой фигурой, на которой произошла проба на ценность дореволюционного кинематографа. Вот, например, Жорж Садуль, автор мировой истории кино, говорил о том, что в России всего лишь было два великих дореволюционного кино режиссера. Это Протазанов и Бауэр. А потом, знаете, как будто через запятую сказал «впрочем, я бы второго поставил первым». Бауэр был несомненно удивительный художник, который заставлял, так сказать, в немом кино звучать все, что окружало. Он открыл для себя совершенно новое пространство, то есть пространство кино. И когда смотрели фильмы Бауэра, то все, естественно, восхищались, потому что там все в движении, там все дышит. И фильмы Бауэра всегда можно определить, вы знаете, даже не зная абсолютно титров, даже не зная названия фильма, но мы с вами посмотрим один, два, три эпизода и скажем, это Бауэр. Потому что это стиль, это эстетика, это выражение изобразительное, образное. Для натурных съемок короля Парижа Бауэра давно присмотрел Массандровский дворец. Репетировали в комнате у Бауэра, а на площадке по его настоянию всем руководила Эмма. Она играла главную роль и понимала мужа с полуслова. Всегда улыбающаяся, приветливая Эмма была для него незаменимой помощницей. Съемки шли полным ходом и все как будто налаживалось. Бауэр заметно поправлялся, врачи уверяли нас, что через шесть недель больной подымется на костыли. Все успокоились и вскоре стали относиться к происшедшему как к досадному недоразумению. Субтитры создавал DimaTorzok А мне не давало покоя странное стечение обстоятельств. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А дальше события развивались стремительно. От длительной неподвижности развилась застойная пневмония, Субтитры создавал DimaTorzok Ялтинская жара, сквозняки. 9 июля 1917 года Бауэр умер. Не выдержало сердце. Эмма решила похоронить мужа здесь же, в Ялте. В Москву она возвращаться не захотела. В 20-м году я вместе с Ханжонковыми уехала в эмиграцию, а когда вернулась, следы жены Бауэра и их 12-летней дочери Ремочки затерялись. Весь цвет кинематографии пытался, как бы, знаете, зажмурив глаза, в себе, сказать, о том, что да ничего не происходит, это все временное. Что когда-нибудь вот сейчас мы приедем, вернемся, все уже минует. Ничего подобного не происходило. Это была великая иллюзия. То общество, которое приняло в свое время Бауэра, которое восхищалось им, оно практически исчезло. Произошел провал. Провал сознания. Вакуум. Вакуум. АП Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok